привет народ приехали мы с саньком на южный бух на речку хочу протестировать сегодня лопасти заказал себе карбоновые лопасти давно хотел но как бы я не согласен был за 230 за 250 долларов покупать карбоновые лопасти сейчас вот ребята из перенгаса занялись производством карбона это сэндвич то есть здесь слой углепластика слой стеклотекстолита поэтому я себе выбрал жесткий до hard по-английски будет есть еще extra hard но я думаю это лишнее для подводной охоты хватит мне и харда extra hard это уже если там с баллонами ребята ныряют там где-то на море для глубоководной нырялки в общем приехали на речку речка ну санька посвятил речка поднялась то есть вот здесь вот водичка у нас вот где я фонарем провожу до пятнышком прошлый раз когда мы приезжали то вода была ну метров туда наверно 5 начиналось водичка в принципе такая метра два с половиной может быть два два с половиной прозрак будет но здесь то прозрак естественно на мелководье очень хорошие а там вот где течение непонятно что будет вот такой вот свинство здесь люди которые отдыхают да как свиньи ведут себя смотрите бутылки пластиковые вот туда на берег посмотреть все загажено кстати что хочу сказать что ни разу я ни разу не было такого чтобы я заметил данную ситуацию за подводными охотниками то мы если приезжаем на речку да мы уезжаем после нас остается чисто ребята и всех прошу вот ну ну мы здесь все живем зачем вот это нагадить если завтра ваши дети тут придут и будут купаться в этом вот дерьме я не понимаю это но это ж кто сделал это местное сделали то здесь постоянно извините меня принимает поэтому ну хотелось бы конечно приехать и увидеть здесь чистый берег они свинства я однажды показал ну и что хотел еще показать дай пожалуйста камеру мы в прекрасном вообще месте смотрите вот такое место чудовое чудесное место здесь очень шикарная природа очень красиво то есть ну вообще словами не передать как здесь красиво но но что с этим местом сделали люди смотрите ну это тоже не передать словами сожалению буквально пару лет здесь еще назад было нормально можно было приехать семьей отдохнуть то смотрите что сейчас здесь творится а есть отдельные места вот даже вот такие вот представляете да просто свалка мусора вот здесь такая шикарная полянка и на ней опять же то есть сюда приезжают люди семьями вот так останавливаются как мы жарят шашлыки и сидят вот в этом свинушники и свинарники оставляют бутылки оставляют банки из-под пива оставляют все остальное держи петрович кто творится туда дальше вниз по реке там просто ужас просто свинушник ну в принципе все наверное буду переодеваться греть водичку себе ну и буду идти в воду после охоты после охоты скажу что я не думаю как бы потому что ну я плавал не буду рекламировать лопасти плавал в карбоне брал у товарища ну как бы понравилось но я не готов 250 долларов выкладывать за за карбон поэтому вот за 100 баксов это эта вещь я считаю по жесткости я выбирал под себя вот лопасть играет все четко мягенько у меня в маленькие в принципе слишком и не нужны потому как у нас постоянное течение мне постоянно нужно против течения выгребать но в деревянных ластах это я не знаю то ли я старею то ли течение у нас усилилась на ноги постоянно вот последних 35 охот я выхожу вообще выжатый как лимон ноги болят поэтому вот будем сегодня тестировать вот такая у меня печечка кто не видел в принципе очень замечательно чем что ставишь наливаешь абсолютно без проблем водичку сюда и любой ветер не ветер вообще абсолютно мне все равно на погоду то есть я просто ровняю по центру чайничек и вот так вот эти лепесточки сдвигают видно да и все никакой ветер нам вообще абсолютно не влияет то есть вот они раз лепестки и любой любой сюда предмет то есть можно большую там сковородку поставить точно так же потом раз вот так кастрюлю большую что хочешь можно ставить и без проблем абсолютно я воду горячей с собой никогда не беру беру просто холодную водичку и беру вот газовую плитку такую в принципе устраивает ну буквально пять минут она закипит сейчас там или ну я не знаю никогда не засекал по времени сколько пока в принципе прошелся по берегу посмотрел прозрак то вода закипела всегда горячая вода собой плюс к тому же всегда выходишь с водички ну и даже перед заходом воду горячего чайку кружку очень не мешает когда особенно это зимой там минус 2 минус 3 4 5 части больше градусов очень холодно кружку горячего чая перед тем как заходишь воду очень очень даже неплохо в принципе так шо так и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 пока камера будет жива еще спущу чуть-чуть вниз и потом буду возвращаться в общем рыбы нет ну как рыбки мелкая много рыбка вся такая щучка во-первых не видел ни карася мне леща судачка одного видел такого сантиметров 20 и все но ребят я понял это не я старею это реально течение шурует в два раза быстрее потому что ну как когда идешь против течения непонятно но я вышел туда метров 200 300 вверх по течению и лег просто на воду и вот ну допустим год назад полгода назад я здесь же охотился я ложился на воду и я очень-очень медленно так вальяжно сплавлялся то есть я видел успевал посмотреть везде под каждый кустик заглянуть не спеша спокойно то сейчас меня реально я лег на течение и меня гребет тащит то есть я ничего не успеваю посмотреть мне нужно возвращаться против течения и хотя бы чуть-чуть знаете по течению как бы ластами работать чтобы медленно сплавляться потому что реально течение очень увеличилась но раза в два то и в три наверно ножку у меня ну спать буду сегодня хорошо потому что наверное около месяца я не был на охоте поэтому ножки отвыкли если раньше каждую неделю до приезжал охотился то то сегодня я уже даже не вспомню когда последний раз был на охоте сашек с тобой мы были щуку я стрельну днем вот тут на 4 килограмма вот это последний раз это где-то месяц было назад а там уже и больше вот так вот то есть на охоте я не был давно потому что не было прозрака они не 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 я был на охоте скажи скажи сашеком и ездили нам на рогатку жарили шашлыки но прозрак тогда был сантиметров 40 то есть вообще ничего не было видно поэтому ну то и охота назвать нельзя ну в принципе все саньки звонят ему нужно ответить по ластам что скажу ну вопросов нет вообще по ластам ласты работают лопасти мягенькие ну единственное что я думаю что можно было взять еще мягче можно было взять еще мягче но тогда по течению я просто не выигрю то есть для спокойной воды для глубины если допустим нырять на глубину 8 10 метров можно ласты помягче взять там кпд будет побольше то есть меньше движений больше кислорода экономим но по течению вот сейчас я просто не выгреб в мягких ластах я мягких ластах тогда по течению здесь работал ножками я понимаю что я просто не выгреб я просто бы маслал на месте течение очень сильная а это ну мой размер то есть на меня посмотрите жесткость моя то есть мне вольготно удобно то есть я спокойно себе ну как нормально то есть по течению ножки конечно два часа маслать нормально то есть если я поднимался туда где-то полтора часа назад я спустился минут за 10 за 15 наверное вот так вот такое течение все пока пока увидимся а и и и и и и и и